Пещеры Милареппы Пещеры Милареппы Милареппы – величайший йог в истории тибетского буддизма. Он родился 25 июля 1040 года в Гутанге, Тибет, неподалеку от границы с Непалом. Когда ему было 7 лет, его отец ушел из жизни, завещав присматривать за своим имуществом дяди и тети Милареппы. Однако, так как дядя, тетя и родственники были жадными и жестокими, Милареппы, его мама и сестра, вынуждены были служить им как рабы, и им не вернули их имущество. От отчаяния мать Милареппы отправила его изучать черную магию, чтобы отомстить. Быстро выучившись, он убил более 30 человек и обрушил огромный град, испортивший весь урожай своих врагов. Затем, впоследствии, он почувствовал глубокое сожаление, которое послужило причиной его практики дхармы с большим усердием. В возрасте 38 лет Милареппа встретил Марппу, переводчика. Марпа был одним из величайших мастеров и переводчиков своего времени. Зная, что Милареппе суждено стать держателем принципа и продолжать свою родословную, Марпа подверг его на многие годы суровым испытаниям, чтобы очистить все его неблагие деяния. Когда он стал чистым сосудом для учения, великий Марпа даровал ему все посвящения и секретные инструкции без исключения. Милареппе провел с Марппой более 6 лет и практиковал усердно, проясняя все свои сомнения. Затем он ушел в медитацию, в одиночество гор, практикуя сильный аскетизм на протяжении многих лет, пока он не достиг истинного просветления. Предпочитая йогический образ жизни, Милареппе никогда не создавал монастыря или сообщества, но слава о нем распространилась по всему Тибету, и последователи собирались вблизи и издалека. Его учения были невероятно глубокими, но простыми для понимания. Люди всех слоев общества пробудили истинные реализации, следуя его наставлениям. Его собрания спонтанно спетых песен содержат суть учения Будды и стали известными как один из великих религиозных трудов всех времен. Хоть он и не являлся реинкарнацией прошлого мастера, до сих пор его деятельность невероятно восхитительная. Он был тем, кто показал, что с неизменным упорством любой может достичь совершенного просветления за одну жизнь. Когда он ушел из жизни, в 1123 году, в возрасте 84 лет, много чудесных знаков свидетельствовало об обретении им просветления. Он был образцом настоящего практика буддизма. Сам Миларе поговорил. Просто слушая мое имя, любой избежит попадания в нижние миры, семь последующих жизней, и сможет вспомнить семь жизней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В районе Кьянгатса в Гунтханге, Мангьюл, его дедушка по отцу, Дор Джессенге, построил три исторических дома с тремя столбами и восьмью балками, которые известны как четыре столба, восемь балок. После рождения сына Мила Тхопага и дочери Петта Горкилл, их отец Мила Шерап, Гиал Цен, ушел из жизни. Его дядя и тети по материнской линии украли все их имущество и богатство, оставив Миларепу, его мать и сестру, страдать долгие годы. Это руины их дома, которые были разрушены наводнениями и находятся в опасности обвала. Это место и пещера уединения, где Мила Тхопага практиковал после получения наставлений по колдовству от Лама Йонтэн Гьяццо. Мила Тхопага Следуя желаниям своей матери, Миларепа пошел к Утсангу и изучал магию. Он наложил заклинание, которое разрушило дом его дяди, убив 35 человек, которых ненавидела его мать. Это руины того дома. Это руины дома отца Марфы, переводчика. Гемарфа родился и вырос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Поняв, что придет Миларепа, Марфа пошел встречать его, вспахивая поле. Когда Миларепа выпил все пила, Чанг, и завершил пахать поле, встреча Ламы стала благоприятным обстоятельством для него, поэтому это поле называется полем благоприятных обстоятельств. Чтобы очистить простудки и омрачения Миларепы, Марфа велел построить ему башню. Миларепа нес все камни и материалы сам, и построил эту башню и двор. Марфа осветил эту башню и взял своего сына Дарма-Дода. Сын жил в этой башне, которая называется Башня Девяти Историй Сына. А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Когда Миларепа преподнес свое тело, речь и ум Марфе, и сказал, что он сделает все, что скажет его лама, Марфа принял его и дал ему все знания и наставления. Этот монастырь был впоследствии построен на руинах монастыря, в котором это произошло, южный Драволанг. Миларепа закрылся в этой пещере и поставил лампу на голову. Затем он провел день и ночь медитируя, без отвлечений, и получил большой опыт и реализации. Дакини дали ему инструкции о преобразовании сознания в этом месте. Ходрак – утес, тигровые рыбы, или пророчество тигровой рыбы. Миларепа – утес, тигровые рыбы, или пророчество тигровой рыбы. За 11 месяцев беспрерывной медитации, проведенной в пещере тигровой рыбы, он поставил эту каменную лампу на свою голову так, что он не мог пошевелиться. Марпа и его жена пришли в это место и приняли подношения. Миларепа сначала сделал всем подношений и затем описал уверенность, которую он развил, и какой опыт и реализации пришли. Марпа и его жена были в восторге, и каждый спел песню восхваления. Находясь в пещере Наразангпук, Миларепа мечтал о своем доме и поле, матери и сестре. Когда Миларепа впервые увидел дом Марпы, Дрова Лонг, у него состоялся разговор с его сыном Дармодо Додо. Позже, когда Миларепа вернулся на родину, Марпа и его жена сопровождали его до этого места, вершина Перевала Дхармы, где они отмечали подношениям, на котором Марпа сделал предсказание о будущем. Это поле, полученное Миларепой, в наследство от отца, называемое полем треугольным зерен. Миларепа Это руины Дома Учителя, обучившего Милут Хопага чтению. Это руины Ступы, где Миларепа и сын Учителя, научившего его читать, оставил останки костей матери Миларепы, которые они положили в глину. Миларепа Миларепа долгое время медитировал в пещере, в горе за его домом, и прочне закрепился в медитации, поэтому она называется пещерой прочного закрепления. Миларепа Джатсун Миларепа Миларепа привел много лет в Белой пещере и в крепости Срединного пути Конский зуб в качестве аскета на крапиве. Он принимал немного еды от его сестры Петы и нареченного Дзеза. Он практиковал предписания, данные ему Марпой, которая освободила его каналы от омрачений. Это пещера Белого утеса Конский зуб, где он развил отличные качества опыта и реализации, и даже обрел способность летать в небесах. Миларепа 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 Снег Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Миларепа прилетел из пещеры Зуб Белой Лошади, в тенистые горы перед ними, где он практиковал и развил невероятное тепло посредством практики Тумо. Это то место. Микхиун Тримпа. Микхиун Тримпа. Микхиун Тримпа. Микхиун Тримпа. Когда Миларепа летел из пещеры Зуб Белой Лошади, до крепости Микхиун Тримпа, отец и сын, чьи родственники были убиты при крушении дома, дяди Миларепы, увидели его. Отец критиковал его, но его сын был восхищен. Это останки того места, поле Лонгда. Микхиун Тримпа. Это место Гиджу Цурмиларепа связал демонитцу по имени Демонитца Клифф, чтобы защитить всех, кто следует Дхарме. Это место называется Лонгпа Клифф. Это светлая пещера Рон, где Миларепа принял Цапху Реппа как ученика, дал ему передачи и наставления, и привел его к освобождению. Редактор субтитров А.Семкин Когда Миларепа находился в подземной пещере Козлиного холма, он встретил Ричунгпа, который имел великую веру и глубоко поклонялся ему. Когда Ричунгпа уехал в Индью, чтобы излечиться от болезни, Миларепа оставался в стенах подземной пещеры Козлиного холма до его возвращения. Продолжение следует... Когда его ученик Ричунгпа вернулся из Индии, он пришел сюда, в крепость Б.Ц чувственных удовольствий, чтобы встретить его. Сидя при естественном освещении, он увидел, что Ричунгпа идет, и то, что Ричунгпа развил гордыню. Он увидел, что Ричунгпа В целях сокрушения горделивости Ричунгпы, Миларепа сел внутрь рога Яга, не увеличивая размер рога и не уменьшая себя в этом месте. Победоносный Кутанг или Равнина Равнин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Миларепиа Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Это лотосовая пещера Лапхук, где Миларепа спас множество животных, которых должны были принести в жертву Боншоку, и где Миларепа принял Шингмом Репу для созревания и освобождения. Шингмом Репа, его отец и братья предложили служение Миларепе в этих местах уединения. Крепость ворота Букадемана Нага Крепость Небес Гьядрак Тигровая пещера Крепости Льва Крепость Трагиял Дорджи Крепость Небес Гьядрак Солнечная Крепость Счастливой пещеры Крепость Небес Гьядрак Крепость Небес Гьядрак Крепость Небес Гьядрака Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы проверить ясновидение Камала Шилы, он превратил себя в букет цветов. Позже Миларепа снял свой собственный череп и мозги и вскипятил их в огне, накопленным огнем тумон, который они затем преподнесли как жертвоприношение. Также он испустил семь тел, каждая из которых находилась на кончике стебля травы. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Это пещера Ньянанг-Дропа, где Миларепа показал чудеса, превращаясь телесным, бестелесным. И обоими способами. Посредством Дхармы он преодолел споры, мотивируемые завистью. Он также рассказал свою историю в деталях и повел множество учеников к просветлению и освобождению в этом месте. В этом месте. Девушки отдыхают... Субтитры создавал DimaTorzok Это пещера уединения Речунгпы, где он набрался смелости спросить о жизни Миларепы. После того, как был подбодрен знаками Ланг, где дамам и докинелось с ней. Субтитры создавал DimaTorzok Как предсказал Марпа, Миларепа принял трик по рэпу в ученики, когда пел следующую песню в этом месте. Это чудесное место в Джале, далекое от круга, но близкое при приближении. Это место в серебряный родник, где Миларепа принял своего ученика, Репа Шива Ш. Миларепа, как и предсказывали Дакини, перебрался через реку Бонг, не касаясь ногами воды. Субтитры создавал DimaTorzok Местные божества горы Кайлаш и божества озера Мандарава приветствовали Миларепу и его учеников. Они низко поклонились и сделали великолепные подношения. Это место называется Ладхок, или Гурла, где Миларепа дал клятву защищать тех, кто отстаивал Дхарму. Ладхок, или Гурла, где Миларепа, как и предсказан. Без увеличения тела Миларепы или уменьшения озера Мандаравы, он покрыл ее и сел поверх нее. Затем он взял всю воду из озера Мандаравы своими кончиками пальцев, не беспокоя ни одно живое существо, жившее в воде. Затем он взял всю воду из озера Мандаравы. 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 Это лотосовая пещера Донг-Лунга, с левой стороны горы Кайлаш, где Миларепа и его ученики провели много времени в практике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Миларепа растянул свою ногу из лотосовой пещеры Донг-Лунга вдоль озера и оставил этот след у входа в уединенную пещеру Наро Бон Чунг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда Наро Бон Чунг брал породы размером с тушу яка в большом валуне, Миларепа отнес этот валун в два раза больше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Миларепа обходил Кайлаш по часовой стрелке, и Бон Чанг шел против. Они встретились здесь, сказав, что каждый из них будет обходить гору Кайлаш в своем стиле. Это следы, оставленные на глыбе, когда они перетягивали друг друга руками. Субтитры создавал DimaTorzok Они договорились сделать хижину, как убежище от дождя. Миларепа воздвиг стены. Бон Чунг был не способен поднять камень на крышу, но Миларепа поднимал их одной рукой. Сказав, что было слишком высоко, он опускал их сверху. Сказав, что это было слишком низко, он поднимал их снизу. Следы рук и ног, оставленные им, делая это, они могут быть видны здесь, в пещере чудес. Используя ткань своей одежды как крылья, Миларепа полетел на вершину Кайлаша, откуда он видел лица родословной гуру, таких как Чакрасамвара и его свитов. Неспособный противостоять великолепию Миларепы, Нара Бон Чунг упал с неба. С южной стороны горы Кайлаш, его гордость и высокомерие были подавлены. Он признал, что был поражен соревнованием сверхспособностей. Он отметил, что он был уничтожен в конкурсе чудеса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это тигровая пещера Львиные крепости, где, согласно предсказанию, Миларепа останавливался в лесу Сенгэла в Йолмо, помогая людям и нелюдям. На этой горе Нии Ханг, Гурта, Миларепы принял Хия Раша, Гонпо Дорджа как ученика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он заставил оленей и собак медитировать, успокаивая их гнев и страх, и освобождая их от страданий низких миров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Это южные горы пещеры Нишанг в Непале, где непальский король Хокхом преподнес Миларепе одежду, фрукты и знамя победы по предложению Тары. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 который был предсказан Марбой. Это была первая пещера уединения Миларепы, великая пещера подчинения демонов в Лачи, где Миларепы провел длительное время и победил богов и призраков, соревнуясь в магии. В контексте магии и обстанетов. Пока Миларепы практиковал в Лачи, снежная буря заградила проход. Его спонсоры из Ньянанга решили, что он должно быть умер, и пришли посмотреть на его останки. Миларепа принял облик снежного барса и приветствовал их с глыбы. В этом месте, в небесной пещере Рамдунг, когда Ричунгпа и Даригом Репа дискутировали о взглядах и медитации, Миларепа спел песню о точках зрения, которая дала им ясность. Это место девять проходов и девять ветров. Это где нелюди занимались магией. Миларепа покорилась с помощью магии. Миларепа была на дороге от Лача Нинтел, и Миларепа subдували их через магию. Миларепа Хамэн Таши Царингма, Лорд Харма Гампопа и других на путь просветления и освобождения, и где он сам полностью растворил свое физическое тело в пространстве Дхармы. Миларепа Миларепа сказал, что хоть он и был йогом, многие из его последователей будут монахами, которые будут осуществлять деятельность его учения. Его учения распространились последователями Ваджры, кто соблюдал тройное деяние дисциплины Винаи, намерение альтруистичной Бадхичиты и практика методов секретной мантры Мангалам. Перевод Айгерим Тастанова Озвучивание Артем Пчельников При поддержке клуба Оум.ру Продолжение следует...